Вот первым делом я бы поминала прежде всего себя, чем я занимаюсь постоянно и безостановочно, то есть неким саморазвитием внутренним. Это не то, что я там ищу какие-то новые профессиональные навыки, там приобретаю их, нет, это скорее всего как раз достижение некой внутренней гармонии, некой там умственной пустоты, то есть воспитание в себе каких-то определенных качеств, которые мне обязательны на данный момент. И знаете, менять глобально что-то в России, это все-таки удел больше политиков, потому как мне кажется, что политиками не становятся, а рождаются изначально, а также как и музыкантами, да. То есть, конечно, если ты не будешь ничего делать, ты не станешь, но как-то у тебя уже есть эта вот духовная установка, как эта программа, ты уже к ней идешь, по ней работаешь. Я сейчас на самом деле прекрасно вижу, что происходят какие-то глобальные какие-то перемены, глобальные какие-то перемены, несмотря на то, что может быть где-то нам кажется, что все плохо и все идет непонятно куда, а вдруг будет так, а вдруг будет эдак. Мне кажется, что это не совсем верно понятие любого человека. Ну, знаете, я недавно прочитала замечательную вещь, как парень рассказывал о том, как он менял рыбкам в аквариуме воду. И он говорит, меняя рыбкам в аквариуме воду, я заметила такую замечательную вещь, что сопротивление стрессам и сопротивление обстоятельствам делает нас только хуже. Мы мотаем себе нервы, мы можем себя даже убить под воздействием вот этих состояний, потому что рыбки, они сами по себе не понимают, что на самом деле делается для них это к лучшему. Они просто понимают, что что-то меняется и что плохо. Вот сейчас у них нет воды, вот сейчас они лежат, вот сейчас, а что будет? То есть сопротивление обстоятельствам, оно иногда не нужно. Самое замечательное, что если в момент вот таких вот глобальных перемен заниматься любимым делом, например, сосать корягу, вы понимаете, да, то можно вообще даже пропустить апокалипсис. Вот, и поэтому, поверьте, он мир, он и так меняется, он меняется в ту сторону, которая будет в любом случае лучше для нас, для всех. И если вы все будете заниматься любимым делом, как рыбки сосать корягу, то вы это просто все пропустите, она пройдет мимо вас. Это как вот, мы никогда не знаем, что будет лучше, а что будет хуже, потому что мы видим ситуацию чересчур узко, мы не видим ее широко, мы не видим ее сверху. И поэтому принимать решение, Боже, как все плохо, или Боже, как все чудесно, тоже как-то не нужно. Нужно жить сегодня, главное, что мы и наша семья все живы, здоровы, дай Бог, это каждому человеку. А остальное все, оно поменяется в лучшую сторону в любом случае. Менять что-либо в мире я не хочу, я все-таки считаю, что прежде всего нужно менять себя. Я заметила, что изменяя себя, мир начинает зеркалить. То есть я притягиваю других людей, своим состоянием я меняю своих близких, они тоже начинают как-то. Вот это работает, и на самом деле, если мы начнем именно зреть внутрь себя и менять именно себя, то мир начнет меняться. А пока мы это не делаем и хотим, а давайте мы сейчас всех заставим, потому что это выглядит именно так. Вот именно давайте всех заставим, чтобы, например, там в мире стал меньше пропагандироваться секс. Ну, это ни к чему не приведет. Просто, ну да, он будет меньше пропагандироваться, но он останется как таково, потому как это неотъемлемая часть нашей жизни. Поэтому я считаю, что все изменится так, как оно должно измениться. А наша задача просто меняться самим.